В нашем городе прошли дни участников внешнеэкономической деятельности. На встрече обсудили направление работы экспортеров в 2014 году, направление сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии и специфику логистики товаров на зарубежные рынки. Действительно, деловые отношения с Германией строятся очень активно. К примеру, из Сибири на экспорт вывозится металл, изделия из него – минеральное сырье, машинное оборудование, топливо. Но на первом месте стоит сотрудничество с азиатскими странами. Причина понятна – географическая близость. Безусловно, это касается не только стран таможенного союза, но и вообще Тихоокеанского региона и стран Юго-Восточной Азии. Вектор важный, и интересы у некоторых стран в части сотрудничества с нашими компаниями проявлены. И мы планируем на будущий год продолжать работу, связанную с взаимодействием с Монголией, с Вьетнамом. У нас были контакты и с Индонезией, и с Китаем. То есть вот эти направления остаются важными, и плюс те страны, которые стремятся войти дополнительно еще в таможенный союз. В настоящее время одним из главных механизмов поддержки экспорта для малого и среднего бизнеса является специальный фонд, учрежденный в Новосибирской области. Эта структура помогает продвигать небольшие компании на зарубежных рынках. Кроме того, начинающих экспортеров учат методом работы с иностранными предпринимателями. В этой связи вступление России в ЭТО, конечно, это с одной стороны и риск для нашей экономики, с другой стороны, и это и некоторые возможности. Как мы воспользуемся этими возможностями новыми, в том числе используя меры содействия развитию экспорта, очень важны на современном этапе, чтобы экономика наша была выведена на новый уровень конкурентоспособности и защиты в части недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных стран. По данным новосибирских властей, в этом году на реализацию мероприятий фонда из областного бюджета было направлено около 4 миллионов рублей, с федерального бюджета – 16 миллионов рублей. В правительстве России поставили перед собой задачу финансировать все регионы одинаково. Это создает некоторые сложности для регионов-лидеров и мешает местным экспортерам. То есть Минэкономразвитие поставило условие, что только через год можно обратиться для того, чтобы поучаствовать в какой-то миссии, в какой-то выставке с соответствующим предприятием. И вот эти ограничения могут несколько сдержать возможности развития наших экспортеров. Мы ведем некоторые переговоры с Минэкономразвитие и готовим предложение, чтобы ряд положений по содействию развитию экспорта был пересмотрен со стороны федеральной власти. С 1 января 2014 года на территории России вводится стопроцентное электронное декларирование. Новосибирская область в такой форме работает уже почти пять лет. Это позволяет оперативно подавать документы в таможенные органы, которые, в свою очередь, в очень сжатые сроки могут их проверить. Требования одинаковы для трех стран таможенного союза – России, Белоруссии и Казахстана. И они считаются очень жесткими, прежде всего при экспорте товаров. Поэтому сейчас мы добились именно в Новосибирской таможне сроков проверки декларации при вывозе в среднем 2-3 часа оформлять. То есть это очень хорошие результаты. И раньше при использовании бумажных технологий такого просто не происходило технически. Это очень серьезные подвижки. Декларации при импорте, при ввозе товаров мы оформляем в течение суток. То есть по закону это следующий рабочий день, но если считать часы, 24 часа – это средний показатель по оформлению декларации. Но это опять же при условии предоставления всех документов и наличия всех подтверждений. Специалисты областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства стараются помочь экспортерам соориентироваться и в валютном законодательстве. Нюансов в этой сфере много. Например, бизнесмены по незнанию могут просрочить подготовку документов на несколько дней, а потом вынуждены выплачивать внушительные штрафы. Валютное законодательство – это же законодательство о связях с иностранцами. То есть любые отношения по-фактически с иностранцами мы контролируем. И есть определенные требования в связи с этим. То есть надо оформить паспорт сделки, то есть свои намерения работать с иностранной компанией. Надо подать справки о валютных операциях, надо подать справки о подтверждающих документах, чтобы банк как агент валютного контроля смог проконтролировать, исполнить контракт или нет. В последнее время валютное законодательство унифицируется, но работы, в том числе и по информированию экспортеров, все еще предстоит немало. К примеру, контролирующим органам приходится сталкиваться с многочисленными нарушениями со стороны предпринимателей. Те темы мы стараемся, ну в частности говоря о семинарах, мы стараемся охватить максимум все аспекты внешнеэкономической деятельности. Здесь и таможенное регулирование, очень много пробелов, ну имеется не в таможенном, а именно в знаниях. И финансовым, для многих открытия новые механизмы, которые регулируют. То есть это все мешает, вплоть до того, что бывает и уголовная ответственность возникает по незнанию. Поэтому вот мы стараемся это восполнить. Во внешнеэкономическом обороте Новосибирской области порядка 70% приходится на экспорт. А это очень хороший показатель. Наш регион лидирует и в сфере инноваций. К примеру, компания «Таможенный консалтинг» внедряет программу, которая значительно облегчает жизнь предпринимателям. Наша компания, она является интегратором программного обеспечения, которое позволяет подавать грузовые таможенные декларации в электронном виде. Она является представителем крупного оператора, который осуществляет передачу этих деклараций в федеральную таможенную службу. И на сегодня мы внедряем продукт, который позволяет мгновенно эти декларации оплачивать со своего расчетного счета. То есть делать таможенные платежи непосредственно прямо с расчетного счета. Участники семинаров отметили, что Новосибирская область во внешнеэкономической деятельности выглядит очень достойно. Иностранные компании привлекают научный потенциал столицы Сибири. А еще для экспортеров очень важна поддержка властей, которая в нашем регионе действительно существенная. Мы стремимся, это наша обязанность, не только принимать меры административного воздействия нарушителям, а, конечно, оказывается действие в выходе компании, фирм на международные рынки с высокотехнологичной продукцией, что у нас в Новосибирской области возможно. И оказывается действие от нашей с вами активной позиции, в том числе участия и освещения таких мероприятий. Мы выглядим, скажем так, итоги еще не подводились, но мы выглядим очень неплохо. Вот по этому году у нас проведено, как я уже сказал, только 17 семинаров. Также было, сейчас не ошибусь, 6 выставок с бизнес-миссией и, кажется, 4 бизнес-миссии отдельных, где мы наших экспортеров ввозили на зарубежные страны, знакомили с теми предприятиями потенциальными, ихними партнерами, в общем, ну и организовывали все возможности для них по выведению своей продукции. В этом году продолжится работа по повышению конкурентноспособности новосибирских компаний, занимающихся экспортом товаров на зарубежные рынки. Кроме того, пройдут многочисленные международные выставки и ярмарки. Субтитры создавал DimaTorzok